Плагиат — это не просто заимствование идей, это искусство красть, не оставляя следов. Истинный художник черпает вдохновение из всего, что его окружает, но никогда не забывает, кому принадлежит эта идея. Копировать — значит создавать, но только если вы добавляете свою индивидуальность в заимствованное. Воровство — это одно из самых низменных преступлений, но подражание — это первая ступень к мастерству. Ответьте мне на вопрос, то, что вы сейчас видите на экране — это воровство или подражание? Это заимствованная идея или копирование? Возможно, человек, сделавший это видео, настолько сильно вдохновился автором, что забыл, кому принадлежит идея этого видео и самое страшное, подумал, что он сам придумал сценарий к этому видео. Когда я писал сценарий к этому видео, я не... Я не осуждаю автора за то, что у него есть кому подражать, ведь я и сам вдохновляюсь многими режиссерами, иностранными ютуберами и чужими работами. Но я вряд ли позволю себе выдать чью-то идею за свою, ведь плагиат — это форма неуважения к тем, кто раньше вас трудился над идеями. Когда я писал сценарий к этому видео... Это, кстати, тоже цитата из великой книги «Кради как художник», но не «Кради как старый спорт». Старый спорт — это название канала, который на первый взгляд может показаться чем-то новым в мире ютуба, и даже получить от меня дружеский хлопок по плечу. Но это только на первый взгляд. Все оригинальные идеи уже кем-то были придуманы. Ключ к успеху — это интерпретация. В искусстве нет ничего нового, и каждый создатель, будь то художник, музыкант, режиссер или блогер заимствует что-то у предыдущего поколения. Однако настоящий профессионал не просто копирует кадр в кадр, нота в ноту и секунда в секунду. Он переписывает историю и создает что-то уникальное, основанное на вдохновении чьей-то работой, либо самим автором. Многие не понимают этих слов и говорят «Я не спи***л, я вдохновился». Поэтому у меня все кадры и монтажные склейки одинаковые. Поэтому мой закадровый текст будет слово в слово, как в видео Эндрю «Start Before You Know». Иногда я чувствую себя немного беспомощным. Бывает такое, что приходится... И у меня есть ощущение, если я сделаю что-то неправильно, то вся моя жизнь может рухнуть. Но, к счастью, я слишком многое отвлекаюсь, поэтому мне даже не приходится делать выбор. Цитата, аллюзия, омажь, пародия – эти слова имеют смысл, если при просмотре фильма вы чувствуем сходство с другим фильмом. Это может быть умышленное, как в фильмах Квентина Тарантино, вдохновленного спагетти-вестернами в «Однажды Голливуде» или старыми фильмами про кунг-фу в «Убить Билла». Это могут быть кадры, отсылки, как дань уважения великим режиссерам. Например, в фильме «Выживший» Алехандро так и говорит, что позавинствовал сцены у Андрея Тарковского, так как очень уважает его творчество. Но наш автор пытается сказать, что его блог уникален, и это видео он придумал сам. Когда я писал сценарий к этому видео, я не знал, хорошим оно выйдет или плохим. То, что я порой вижу на ютубе, невозможно отнести ни к одному из понятий выше. Авторы отечественных каналов просто копируют сценарии видео иностранных каналов и выдают их за свои. Копируют сцены, ракурсы, дикторский текст, шрифт, цвет. Боюсь представить, что чувствует автор, читая восторженные комментарии под своим видео. Гордость, удовлетворение или все же стеснение за то, что он знает правду. Когда я писал сценарий к этому видео, я не знал, хорошим оно выйдет или плохим. Скорее всего, я получу ужасную реакцию от фанов старого спорта на то, что сейчас делаю. И возможно, мне прилетит страйк от этого канала. Но я слишком часто стал сталкиваться с понятием «я вдохновился». Всего хорошего. На момент финализации этого видео автор добавил строчку в описании, кем он вдохновился. И при этом все-таки забанил меня. Ну что ж, ему видней. Это же его идея. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!